МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я на Орберском радиозаводе работал с 1948 года. У меня было направление на Томский радиозавод. Но я узнал, что в Томске только выпускают громкоговорители. А в Орберске собирались выпускать радиоаппаратуру приемники. И мне показалось это очень интересно. И я попросил, чтобы мне изменили направление. Написал письмо своему приятелю, с кем я учился в Томск. Он там работал. Он там договорился с директором Томского радиозавода, что директор не возражает, что меня оставили на Берском радиозаводе. И таким образом я остался на Берском радиозаводе. И работал практически с самого начала, когда выпускали наши радиоприемники «Рекорд-46». Меня приняли в отдел главного конструктора. Значит, я работал в контрольно-измерительной лаборатории. Техником, потом старшим техником, инженером, значит, и так далее. И изготавливал радиоаппаратуру для регулировки радиоаппаратуры. Вот. И первый изготовил генератор, который излучал частоты в эфир. И по нашей радиоаппаратуре даже иногда регулировал радиоаппаратуру. В Новосибирске на заводе электросигнал. И когда после этого, значит, поняли, что я способный, оказывается, человек, я сам этого не подозревал, то меня перевели в спецлабораторию, секретную лабораторию, которая находилась здесь, на старой площадке Берского радиозавода, на втором этаже. И эту площадку охраняли охрана и днём, и ночью, и даже с собаками. И мы находились на втором этаже и разрабатывали по заданию министерства секретную приёма следующую радиостанцию «Метеор», которая хранится в нашем заводском, радиозаводском музее. С помощью этой радиостанции в 1960 году обнаружили на высоте 20 километров под Свердловском лётчика-шпиона, которого обнаружили и сбили ракетой, потому что тогда в Советском Союзе не было ещё таких самолётов, которые летали на высоте 20 километров. Ну, и это всё так прошло. Этому шпиону наш генеральный прокурор Руденко, который работал генеральным прокурором в Советском Союзе 17 лет, присудил 17 лет тюрьмы, а потом его обменяли на нашего разведчика. А в 1962 году по заданию нашего правительства Никиты Сергеевича Хрущёва по красной телеграмме меня отправили в Ленинград на Адмиралтейский завод, который пришлось мне устанавливать наши метеоры на эсминцы, которые несли ракеты на Кубу. Я искал три дня этот завод, тогда все заводы были номерные, и наш радиозавод носил название 25-й. И я, когда вернулся, я 30 лет не имел права рассказывать, что я там делал. А на Берском радиозаводе выпускали радиоприёмную аппаратуру, начиная от рекорда 46, и дальше всевозможные изделия примерно в год, каждый год где-нибудь новые 5-6. Это я в то время уже работал руководителем, начальником производства, заместителем директора по производству. И мы с Александром Николаевичем Шкуловым очень хорошо сработались. Я его очень ценил и уважал, и он меня. А вот вспомните, когда вы приехали, когда вы приехали в Берск на завод, какое впечатление Берск производил на вас? Впечатление производил он ужасное. Это был такой пристанционный посёлок. Значит, 30 бараков было здесь построили, немцы пленные во время и после войны. И люди жили от Берска старого в 6 километров. Они разводили коров, значит, свиней, гусей, курей, и за счёт огороды были у них вдоль улицы, вот теперь которая называется Ленина. И жили в этих домиках таких захолустных. И когда появился Александр Николаевич, то мы поставили такую задачу, что надо эти бараки убрать, на которые вода подавалась на улицу, прямо ездили, ходили с вёдрами, через западную проходную брали воду и так далее. И мы начали строительство домов. И построили очень много этих домов, где-то 80, в количестве 85, если не больше, этих домов. И наши берчане стали получать бесплатно дома, в том числе дома по улице Горького, вот эти высокие дома. Вот. И строили всё, что нам потребуется. И магазины, и аптеки, и больницу построили на берегу Борьги, и первый профилакторий, лесную сказку, вот, где наши радиозаводчане лечились бесплатно. Днём работали на радиозаводе. У нас было два больших автобуса, а вечером они подъезжали, после работы к радиозаводу, люди садились в автобусы, ехали на радиозавод, и там, значит, ужинали, и там лечились. А утром забирали на автобусах и завозили сюда на работу, на берегский радиозавод. Ага. Танислав Васильевич, а какие были трудности, вот, в начало, когда завод начинался, самое сложное, что было? Самое сложное было в том, что не было оборудования, и не было радиоаппаратуры, которая нам нужна была, потому что после войны только-только искали трофейную аппаратуру, потому что в тех заводах, которые были там на Западе и так далее, всё осталось, не успели их завезти сюда, в наш Новосибирск и так далее. И мы пользовались разными и контрольно-измерительными трофейными приборами фирмы Родешварц. А потом появился на наших заводах, за Уралом, разные заводы начали контрольно-измерительную аппаратуру делать в Советском Союзе, и тогда стало легче измерять чувствительность радиоизделий и регулировку производить. А то пришлось мне делать прибор, который издавал частоту в эфир, и в первом цехе нашем сборочном, регулировочном поначалу регулировали рекорды 46 из эфира. Вот такие были огромные трудности. Но благодаря тому, что здесь очень работоспособные люди были, я бывал на 28 радиозаводах советской страны, и везде, где только не был, я всегда восторгался и хвалился нашими радиозаводчанами, берчанами, которые так хорошо работали. И когда я стал начальником нашего закрытого секретного цеха 32-го, а потом это самое, он переехал на новую площадку, в новый корпус, вот этот, который третий этаж, меня назначили заместителем директора по производству, мне так жалко было оставлять наших рабочих в этом нашем новом 11-м цехе, что я написал последний приказ по цеху и заплакал, так жалко было. А для и цеха этот на новой площадке здесь проработал в этом корпусе 10 лет, а потом построили вот здесь на улице Ленина огромный корпус, где сейчас мастерика, это для спецаппаратуры построили, и наш цех 11-й переехал здесь и здесь выпускал наши изделия под грифом секретно еще порядка значит где-то 30-ти лет. А вот Станислав Лосич, я читала, что когда начинался радиозавод, всего было три радиста, не знаю, правда это или нет. Откуда все эти люди умеющие, знающие взялись в игре коллектив замечательный? Как это? Деревня? Были какие три радиста? Был радист замечательный, он тоже это самое почетный радист СССР, Авел Львович Промыслер, Затем такой же был тоже с Петропавловского радиозавода переведен сюда Паулиш, тоже почетный радист был, потом был Михаил Михайлович Гиркин, который знал три языка, значит английский, немецкий и еще какой-то язык, и он даже заставлял меня монтажную схему снимать с трофейной радиоаппаратуры, потом его перевели в это самое в Харьков председателем городского совета, по-моему, вот, ну и еще был Релье, тоже радист, очень замечательный начальник лаборатории контрольно-измерительной, вот, ну и потом мой друг Вейлер Юрий Львович, почетный радист СССР и заслуженный гражданин города Берска, так, ну и потом направлялись молодые специалисты, молодые специалисты, правда, они со временем почему-то все вернулись в Москву и так далее, инженера, ну а радистов своих радиозаводских мы обучали, вот, принимали молодых специалистов и обучали, приходилось мне очень много с ними работать, потому что я уже был тогда опытный человек, я работал в контрольно-измерительной лаборатории и все хорошо знал. А вот почему не построили как УБМ за техникум, почему радиозавод не построил себе? Был такой, был в радиозаводе свой техникум, вот, был, и мы обучали, и наши люди работали, и наш даже Шкулов там даже учился, он пришел на завод в должности техника, а потом получил образование инженера и так далее, и других много было, вот, туда ходили, и учителя были с Новосибирска, мы их туда директор Шкулов приглашал сюда, они здесь и проживали временно в общежитиях и так далее, и обучали наши кадры. Станислав Ильич, приходилось, приходилось выручать область, плановая экономика же была? Да, вот об этом, я вот тут вручали мне медаль в 80 лет, я даже сказал несколько слов, а дело вот в чем дело, что когда было государственное планирование в Советском Союзе, то каждому гордому представлялся государственный план, что за год надо выполнить. И я, когда был начальником производства замдиректора, я ежедневно по телетайпу докладывал министерству, сколько за сутки мы сделали продукции и на какую сумму. И в те времена, когда это было государственное планирование, в 70-е годы, когда был секретарем горкома партии Горячев, а потом забыл я фамилию на букву Ф, не помню, Федорченко или кто-то другой, такая фамилия была, частенько приезжали сюда они, секретари обкома, и просили помогите, помогите, дайте 2-3 тысячи, 4 тысячи ваших изделий дополнительно к вашему плану, надо выручать нашу область, потому что может сорваться государственный план области. И мы эту просьбу выполняли, я как руководитель производства заранее уже знал, что могут в конце квартала приехать с такой просьбой, и что потом не штурмовать, не работать в субботы, в воскресенье, сверхурочно, не заставлять наших людей трудиться, я заранее закладывал запас своих деталей радиозаводским, потом комплектующих изделий, и когда они приезжали, то оказывали такую помощь. Вот тогда Берц помогал Новосибирску, а теперь, когда промышленность так не развита, как в те годы, а только торговля, то приходится просить помощи материально-денежной в нашей области. Станислав Осевич, про тополя расскажите, что за история с вырубкой тополей была? А это вот какая история была. Когда трудящиеся Берцкого радиозавода единогласно избрали меня председателем профсоюзного комитета, тогда профсоюз в нашей стране имел огромное значение. Например, генеральный директор не мог подписать без подписи профсоюза ни наказания, ни примирования и так далее. Так вот, в те времена вот я уже вам говорил о том, что мне пришлось строить фионерский лагерь в Бинино и так далее, то мы имели небольшой стадиончик такой, где был весь он замусорен опилками. Здесь же делали на радиозаводе, на территории радиозавода это снаряды во время войны и эти всякие опилки все это скидывали рядышком, где теперь стадион. И когда кончилась война, там столько было всего этого мусора, что просто надо было его убирать. Мы целые годы его убирали все это хозяйство и на территории радиозавода то же самое. На старой площадке было очень много всяких разных мусорных дел. То там стоял небольшой домик и мы решили, что надо сделать настоящий стадион. Но денег в радиозаводах уже тогда под конец не очень, то было много и мне удалось договориться с обкомом профсоюза, что они дали средств и мы закупили металлический там дом специально для спортсменов, занимались. Но и решили, что надо сделать корпус на стадионе там и реконструкцию всего стадиона. но долго значит руководство завода сопротивлялось, потому что и средств не было такие дела сделать и так далее, трудности стали возникать. Но значит когда мы привезли этот металлический корпус и установили, то решили добиться любой ценой. и ну значит вдоль всего этого стадиона росли тополя. Вот нашли причину, что нельзя расширять стадион, потому что тополя мешают. Я тогда на свой риск и страх заставил своего заместителя Ивана Ивановича Якищика, он хороший был, тоже руководитель, спортсмен, культработник, сейчас он частный предприниматель спилить эти тополя. И он в течение воскресенья собрал всех спортсменов, нашел электроплену и так далее, все необходимое, и за воскресный день спилил 120 тополей. Спилил, и утром люди со старой площадки шли на работу, на старый еще завод, туда пройти нельзя по тротуару, надо уже идти по улице Ленина. И дошло дело до нашего исполкома. И исполком поднял шум, что незаконно спилены тополя. И начали мне грозить, что оштрафуем, и преподнесли штраф где-то порядка больше 70 тысяч. Артемов такой был заместитель у Литвиненко. Но я сказал, что ничего платить не буду. И все это дело длилось где-то месяц. И потом поняли, что у меня поддержка была и с обкома профсоюза, и с обл. софпрофа, потому что я был членом обкома и обл. софпрофа, то уговорили Рамзаева, замдиректора по строительству, чтобы он задним числом написал просьбу, он написал такое ходатайство, и они задним числом подписали, что разрешили спилить эти тополя. Вот такие дела были с тополями и со стадионом. И стадион все-таки удалось построить, даже финскую баню там сделали, где спортсмены купались, а потом еще построили вот здесь на вокзальный тоже спортивный зал, туда потом впоследствии перевели библиотеку, у нас огромная библиотека была, вот, и там тоже плавательный бассейн сделали, и мы даже ходили туда купаться, и там руководители цехов, отделов в зале даже футбол играли. Вот такие наши дела. Ясно. Ну, наверное, Вега осталась в истории, не только города, да, страны осталась, сыграла свою роль. Да, Вега, конечно, сыграла большую роль в нашей стране и для нашего города. Благодаря этому развивалась промышленность, благодаря этому здесь собирались строить в другом месте химический завод, где-то в стороне туда за Искитимом, затем и БЭМС, но потом, когда увидели, какие тут замечательные трудящиеся, то, значит, это самое, то решили строить здесь. И правильно сделали. Благодаря промышленности развивался этот город и довольно хорошо развивался и развивается до сих пор. и я глубоко убежден, что надо дальше принимать все меры для того, чтобы развивать промышленность. Промышленность, только промышленность может дать то, что надо нашим берчанам и нашим дорогим и хорошим трудящимся. Спасибо, Станислав Иосифович. Спасибо.